Домовой Это касалось даже и вредной нечисти, типа русалок, кикимор, лиха. Пользу они не приносили, но дух человеку укрепить были должны. Домовой же, благодаря своим поступкам, мог даже заслужить право вернуться в царствие небесное. В древности считалось, что не будет дом в безопасности, коли не живет там домовой. Так что в недавно отстроенные дома домового даже приглашали. Его задача – либо охранять, либо помогать по хозяйству. У него есть куча помощников, даже жена, либо кикимора, либо домовиха, по-разному. Но он все равно главный. Каждое прислуживающее ему существо выполняло его поручение. В моем романе «Цепь рода» это видно в одном из моментов. Игорь нашел Чура подле леса к вечеру, третий день минув. Тот стоял с лукошком, беседуя с какой-то тварью. Мария закапризничала и два дня искал один пращура ее супруг. Снег на землю падал и не думал прекращаться. Князь прошествовал в Чуриле и в пояс поклонился. «Здравствуй, Чур! Уж думал, не найду тебя!» Пращур Игорю кивнул. Тварь же ускакала. «Кто это?» – осведомился князь. «Кики, мурушка! Женка домового, что в твоих хоромах? Помочь он захотел тебе. Меня ищешь, говорит!» Игорь удивленно глянул вслед той твари. Ее уже и след простыл. Если семья, живущая в доме под опекой домового, ему нравится, то он всячески ей пособляет. Если же род не по нраву – вредит. Добиться расположения домового можно было, оставляя ему в рюмку водки под кроватью, блюдце каши или молока. Также нельзя в этом доме ссориться и ругаться. Все должно лежать на своих местах и быть чистым. Домовой терпеть не может бардака. Людям он являлся крайне редко и, как правило, главе дома за тем, чтобы о чем-то предупредить. Если это произошло, то значит, кому-то из домочадцев грозит опасность или уже произошло что-то страшное. Облик его разные народные мудрости описывают по-разному. Есть поверье, что чем старше выглядит домовой, тем он моложе. Так как рождаются они стариками, а умирают младенцами. Другие люди полагают, что выглядят домовые всегда небольшими созданиями – старичками, мальчиками или животными типа змей, мышей, кошек и других. Третьи же считают, что у домового нет какого-то однозначного образа, что это некий сгусток, который воплощается в человека, говорившего с ним на данном этапе, либо в того, о ком думает тот человек. Сущность кекиморы, чем дальше в веках, тем становилась более неприятней и опасней. Домового же обошла это учить. До крещения, как и после, он более ассоциировался с положительными существами. Поверье в него дошло и до наших дней. Субтитры создавал DimaTorzok